21 апреля 2011 года в Российской Федерации был принят 69-й федеральный закон, ну в простонародье закон о такси, если в большей степени говорить о нашей тематике сегодняшней встречи. В соответствии с этим федеральным законом все субъекты Российской Федерации должны были принять соответствующие областные законы и принять порядки по выдаче разрешений на право осуществления деятельности в сфере осуществления таксомоторных перевозок. Такой закон в Тверской области принят в прошлом году, 89 ЗО, также принят порядок по выдаче разрешений на осуществление данной деятельности, так же все в прошлом году. То есть мы, как регион, выполнили все необходимые требования с целью выполнения федерального законодательства, а самое главное, мы это сделали заранее, что позволило всем желающим заявителям получить в установленном порядке разрешение на право осуществления деятельности по осуществлению таксомоторных перевозок на территории Тверской области. В силу закон вступил как федеральный, так и региональный с 1 января 2012 года, санкции уже непосредственно должны вступить были с 1 января 2012 года, а некоторые нормы еще вступили и 1 сентября 2011 года. На сегодняшний день подано более 100 заявлений, почти на 400 автомобилей, выдано разрешение 276 штук по всей территории нашей области. Хочу особо отметить, что в два раза количество выданных разрешений превышает именно по области, чем по городу Твери. Юридических лиц очень мало, в основном это индивидуальные предприниматели, которые в области, в районах нашей области осуществляют данный вид деятельности. По выдаче разрешений уполномоченным органам на территории Тверской области принято или, так скажем, обозначено Министерство транспорта Тверской области. Мы уполномочены по приему заявлений от индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, проверяем на соответствие определенного пакета документов и выдаем разрешение. То есть деятельность таксомоторных перевозок в соответствии с 69-м федеральным законом, она имеет разрешительный характер. И вот эти разрешения выдаем мы. Мы не проверяем, насколько они качественно выполняют услуги, с точки зрения, там, вовремя ли они к вам приехали. Это уже несколько другая, так скажем, сторона медали. Мы выдаем разрешение на право осуществления этой деятельности. А можно хотя бы предположить или точно сказать, какой процент у нас в городе без лицензов сегодня нет? Сколько процентов? Официальной статистики по количеству таксистов в области не существует, к сожалению, поскольку в основном этот бизнес, он не является видом бизнеса, он в большей степени именно как дополнительный заработок у нас на сегодняшний день используется. И в связи с этим, по статистике самих же перевозчиков, порядка 25-30 тысяч автомобилей в области осуществляют эти таксомоторные перевозки. Как я уже сказал, разрешение, которое, ну, да, заявление, которое почти на 400 автомобилей, ну, вы сами можете высчитать, что чуть более всего лишь одного процента, если говорить, да, в цифрах, которые, что называется, выходят из тени, либо легализуются и вообще хотят выполнять свою деятельность на законах основаниях. А все остальные что, штрафы выплачивают регулярно или ездят? Нет, почему? Ездят, меняют, хитрят, меняют форму собственности, превращаются из компаний, которые осуществляют, непосредственно называются такси, называются там, компанией по доставке чего-нибудь, по сопровождению у кого-нибудь, снимают, если можно заметить, на некоторых такси, которые, в частности, по городу Твери ездят, снимают шашечки с крыш своих автомобилей и, вроде бы, как осуществляют дальше свою деятельность. Андрей Вячеславович, что касается собственного обслуживания, вот принятые законы, в частности, вступившие с января санкции, как-то сказались на численности таксомоторных парков и доступности услуги для населения? Начну с последнего. Доступность, она какая была, такая, в принципе, и осталась. Сегодняшний день не цена, вот я лично иногда, возвращаясь с работы, пользуюсь этими услугами, и цена абсолютно, вот какая была до вступления в закон, в силу закона и сейчас, она ровно осталась такой же. Это что касается цены и, соответственно, и доступности, как бы, здесь проблем нет. Что касается каких-то санкций, которые повлияли на приход, либо не приход, тут, я так думаю, понимаю, что вопрос, может быть, не так следует задавать. Вопрос стоит вообще в другом. Нужно выстраивать цивилизованный бизнес, и для того, чтобы именно на этот путь был принят и федеральный закон, и в развитии федерального принимаются региональные законы. То есть, мы все хотим получать качественную услугу, а самое главное, понимать, что мы платим свои деньги и за безопасность, и за комфорт передвижения. Вот в этом надо в большей степени говорить. И, наверное, правильнее было бы трактовать позицию не то, что может быть менее доступна в связи с вступлением в действие закона или с какими-то санкциями. Нужно понимать, что тот бизнес, который, будем говорить так, социально ответственный, и который переживает за те деньги, которые он вкладывал, за вообще тот вид деятельности, который он осуществляет, мы, как пользователи, наверное, в большей степени этому должны способствовать. Каким образом? Мы можем, во-первых, на нашем сайте, на сайте Министерства транспорта, размещен полный перечень всех машин, которые имеют разрешение. То есть любой пользователь, вызывая такси, может, условно говоря, зайти на сайт Министерства транспорта, проверить, ответствует ли тот номер автомобиля, который сейчас подъедет к его дому, имеет ли он разрешение на осуществление этой деятельности. Если нет, я считаю, что мы вправе отказываться от данной услуги и требовать, либо вызывать уже, выбирать из тех перевозчиков, которые на сегодняшний день обладают такими правами. Еще тогда вопрос. Вы человек, как координирующий отрасль в области. Какие-то на сегодняшний день недостатки видите в региональном законе? Сам региональный закон непосредственно, он по большому счету не имеет, я бы даже взял на себя смело сказать, не имеет недостатков, поскольку он очень исчерпывающий, и он, в принципе, по размерам, по объемам очень небольшой. Он лишь определяет то, что контрольные функции необходимо осуществлять в процессе, в соответствии с законодательством Российской Федерации, безусловно. А также с 1 января 2013 года определяет цветовую гамму, которую необходимо будет иметь при получении разрешения на право осуществления такой деятельности. Напомню, что на сегодняшний день при подаче заявлений к нам в министерство цвет транспортного средства не играет никакой роли. И это будет действовать по нашему сегодняшнему законодательству до 1 января 2013 года. То есть еще 31 декабря, ну формально, 2012 года заявитель, который подаст документы, и разрешение он получает на 5 лет, поэтому до конца 2017 года он сможет передвигаться на машине, который должен там синего или красного цвета. А те заявители, которые предполагают заниматься этой деятельностью уже с 1 января 2013 года, они обязаны, при подаче заявлений, они будут обязаны иметь цвет белый. Но это на сегодняшний день вот та норма, которая установлена. Если говорить о пакете документов, которые требуются для разрешения, здесь есть некоторые возможности для совершенствования, для определенной оптимизации. То есть мы уже на стадии проработки самого порядка, связанного с выдачей разрешения, оптимизировали достаточно пакет документов, снизили стоимость за выдачу разрешения. Опять же, напомню, она на сегодняшний день составляет 500 рублей. В ряде субъектов Российской Федерации эта цифра превышает несколько тысяч рублей. Поэтому мы в данном случае видим те направления, где можно что-то и оптимизировать, но на сегодняшний день в этом необходимости большой нет по двум причинам. Первый. Ну, во-первых, уже на протяжении полутора месяцев мы работаем с заявителями и большого количества, или вообще, честно скажу, на меня не было ни одного заявления на предмет, что большой пакет документов, что как-то очень сложно получить, большие очереди не успеваете и так далее. То есть действительно жалоб не было. Это первое. И второе. На сегодняшний день федеральным законодательством не урегулирован единый перечень по всей стране. И на сегодняшний день уже в первом чтении, еще в прошлом году, депутаты прошлого созыва уже рассмотрели, так скажем, общий перечень по всей стране, который будет приводиться к единообразию на территории всей Российской Федерации. 24 января, по моим сведениям, уже будет состоится второе чтение. Потом, в ближайшие дни, потом будет третье, Совет Федерации, президент. И я думаю, что где-то, ну, может быть, март-апрель мы внесем, когда после будет принято изменение в федеральное законодательство, мы внесем изменения и в свой порядок с целью единообразия и упрощения процедуры по пакету документов. Вот в этом, да, мы видим еще некоторые доработки, а сам закон, он, в принципе, абсолютно нормальный. Продолжение следует...